Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции В поселке Минеральное две самоходные гаубицы Эти кадры были сняты беспилотником наблюдателей ОБСЕ в районе поселка Минеральное Об этой точке, как и о точках в соседней Яковлевке, мы вам рассказывали неоднократно Еще с 2014 года сепаратисты пригнали в Минеральное САУ и гаубицы Естественно, не просто так Отсюда одинаково удобно работать как по Пескам, так и по Авдеевке Да что там говорить, Донецкий аэропорт, на руины которого Басуин со скорбной рожей возит делегации Бомбили именно отсюда Хотя на словах, конечно же, святые ребята так соблюдают перемирие, что как бы не заплакать от их порядочности Мы не реагируем на провокации и в полном объеме соблюдаем Минские соглашения Вот только народная мудрость гласит, вы все врете Это, конечно, железный аргумент, но щелбан по носу все равно получать придется Это акации, снятые беспилотником ОБСЕ Так сказать, отведеночка в работе Снаряды летят по Авдеевке, зачастую просто по домам мирных жителей А вот это уже последствия обстрела Дом Петра разорвал насквозь пролетевший снаряд Жена пострадала Сильно? Она в больнице Как говорится, это тот самый случай, когда уже не отвертишься Хотя не будем исключать того, что ремень Суркова уже поприветствовал и Захарченко, и Басурина И уже завтра рядовая Копылова из Минерального на камеру расскажет, что на самом деле это диверсанты укропов на акациях Через линию фронта перелетели, чтоб частных новоросов подставить Если там закинуть даже фейк, что в озере появилась украинская подводная лодка с флагом, там я не знаю, Донбасса, Азова или правого сектора То есть после 45-го показа на местном телевидении люди в это уже тоже начнут верить Причем все хорошо понимают, что это далеко не единичный случай Только прошлой ночью артиллерия боевиков стирала с лица земли подконтрольную вооруженным силам Украины Марьинку Ранок недобрый В Марьинском и Бандерштаде в ночи был суцильный жах Лупили так, что все ходило ходуном Есть попадание в мирные хаты Активизация сепаратистов именно этой ночью и на этом направлении далеко не случайна Ровно год назад Одесская 28-я бригада разбила под орех наступающих боевиков, которые сначала бодро рапортовали о взятии Марьинки Ополченцам удалось сдержать наступление украинской части, вытеснить их из Марьинки, над ней сейчас флаг ДНР А позже убегали, сверкая пятками, оставив десятки трупов у госпиталя и в районе конюшен Причем страшные потери подтвердили сами строители русского мира Атака завершилась отходом на исходной позиции при больших собственных потерях Спустя год боевики решили отыграться на мирных жителях История, так сказать, с двойным слоем цинизма Уже все привыкли к тому, что утром они рассказывают о зверствующей хунте Потому что это необъяснимо, как можно стрелять по людям Ну как это можно, в связи с чем? Как можно взять и обстрелять людей? Мирных Ладно, там нас, мы тут с оружием стоим, да? А мирных вот они шарашут там А уже вечером без всяких угрызений совести лупят по домам людей Причем храбрости признать очевидное явно не хватает Ну а че? Не дай бог спалишься, а из Москвы последние пайки лишат А потому решили бравые воины русского мира камеры ОБСЕ отключить, чтобы не рисковать Власти ДНР потребовали от ОБСЕ демонтировать наблюдательную аппаратуру в районе аэропорта Станет ли отключать камеры наблюдателей тот, кому нечего скрывать? Вопрос из разряда риторических Но то, что камеры забугорные не оказались в ломбарде на второй день Это уже похвально А может липкая рука Моторолы не дотянулась просто? Но мы ведь не зря сказали о двойном слое цинизма Посмотрите на карту Это областная психиатрическая клиника «Победа» в Донецке И именно от нее бравые защитники Донбасса работали по Маринке и Красногоровке Можно сказать, что это в некотором смысле даже символично Если бы не тот ужас, который переживают и без того больные люди внутри клиники Вот это наглое и подлое отношение к людям Когда они и так имеют там своего рода психологические проблемы Психологическое нездоровье А они еще плюс кин добавляют вот этим постоянным состоянием страха, депрессии Естественно, что весь этот кошмар защитничков духовных скреп не волнует Да они и на здоровых людей плевали Вон, огневые точки просто на крышах обустраивают Местные жители рассказали наблюдателям специальной мониторинговой миссии АБСЕ Что вооруженные люди в Донецке использовали крыши их домов как площадку для обстрелов Что уж тогда о больных людях говорить Причем все и без уточнений понятно Человек из условной Воркуты приехал воевать Ему нет дела ни до Донецка, ни до Маринки Привет с Дальнего Востока Ооо, Приморский край Ооо, Сельский в посадку Привет Здесь нет его дома Здесь не живут его родные или друзья А потому вообще никаких тормозов и препятствий для него не существует Надо с крыши дома Будь с крыши дома А чтоб все понимали уровень Просто посмотрите на этот памятник Подмосковье на этой неделе тихо и без лишнего шума Открыли памятник россиянам, погибшим в результате боя 26 мая 2014 года Просто посмотрите на размер списка Еще раз Все эти граждане России погибли в результате всего одного боя И это указано на самом памятнике Как вы думаете, почему вот это не попадает в итоговые выпуски новостей федеральных каналов? Да проще простого Попробуй потом навешать людям лапши, что в Донецке сплошь местные ополченцы сбитыми воюют И вообще, в Украине гражданская война Ага Это страна, которая сегодня погружается в хаос Которая находится в гражданской войне В гражданской войне Впрочем, надо честно сказать, что федеральным каналам России тоже уже не позавидуешь Карточный домик со странным названием «Их там нет», который и без этого шатался все два года Теперь рушится каждый день Помимо коварных, вечно врущих у красми Бомбить фактами Киселева и компанию начали даже недавние кумиры Вот, например, боевик батальона «Восток» открыто негодует Мол, отпускники, прошедшие Сирию, красавчики А вот присланные генералы – совок совком Воевать приезжают обученные, прошедшие Чечню и уже Сирию нормальные парни – профи А командует ими откровенные идиоты Подчеркнувшие в военной службе только строевую подготовку и заправку постелей Еще не успели всей России Вы все врете закричать, как взрада пришла, откуда и не ждали На популярном новороссском ресурсе Автор так хотел доказать всем вокруг, что, мол, царь-батюшка никого не сливает Что ненароком выдал боевые тайны Сейчас бюджет ДНР – 11 миллиардов рублей И все прекрасно понимают, откуда приходит большая часть этих денег О стоимости военных инвестиций за прошедшее время и говорить не нужно В местах разгрузки под каждым деревом по пять танков спрятано Какие такие танки? Открывали рты от удивления читателей в Саратове Ведь по телевизору уже говорили, что все танки, включая Т-90, ополченцы у укропов отжали Большое количество техники украинские военные потеряли в течение января на Юго-Востоке И она перешла к ополченцам в качестве трофеев Все вооружение ополченцев трофейное Чем закончится эта история, сказать сложно, но радует одно Дымка пропаганды хоть понемногу, но развеивается Обманутые, покалеченные, никому не нужные Они возвращаются домой и снова садятся у телевизора Но теперь есть шанс, что второй раз обмануть их уже не удастся Редактор субтитров А.Семкин